Добрый день! В эфире Ильявунг ТВ. У нас сегодня на прямой связи директор института ЕАЭС Владимир Анатольевич Лепехин. Добрый день, Владимир Анатольевич! Спасибо, что приняли наше приглашение и вышли с нами на связь сегодня. И сегодня очень знаковый день. Сегодня вторая годовщина со дня начала Второй Карабахской войны, 44-дневной. И поэтому сегодня хотелось бы обсудить, прошло два года, к чему мы пришли, куда движемся, на каком этапе сейчас находимся и насколько мы близки от подписания мирного договора или, наоборот, далеки. Как уже все мы знаем, видим, совсем недавно было новое напряжение на армяно-азербайджанской границе, агрессия со стороны Азербайджана. И на ваш взгляд, почему на этом этапе вновь произошел акт агрессии со стороны Азербайджана и каких целей они добиваются? Годовщина войны Азербайджана в Крине, с моей точки зрения, это трагическая дата не для армянской стороны, но и для Российской Федерации. Вот я сам отношусь к этому конкретику, только к этой... Конечно же, прежде всего, с точки зрения интересов России, которая должна была определённым образом предвидеть эту ситуацию, адекватным образом в ней участвовать и добиться, если не победа, то, по крайней мере, такой ситуации, при которой все не теряло влияние на Южном Кавказе. Вы помните, что с первых дней этого конфликта я делал такие резкие публикации, резкие в отношении российского руководства, говорил о том, что Армения членов ДКБ, Армения союзник России, важнейший союзник России на южном направлении, на всём постсоветском пространстве. Так поэтому Россия, согласно договору о взаимодействии, стратегическому договору, поскольку российская военная база находится в Армении, должна немедленно выдвинуть российские войска, российские военные в сторону Наглупного Карабаха или, по меньшей мере, Зенгизора, чтобы перекрыть границу, на границу с Ираном, чтобы не дать возможность занять часть этой территории, азербайджанские войска, поскольку они стремятся выйти на границу с Токчеванем. Ну, говорил про это. К сожалению, Россия отреагировала только на 20-й день этой войны, вела туда миротворцев. В этом смысле, конечно, сыграла позитивную роль, в том плане, что война прекратилась, Россия защитила население Наглупного Карабаха и, в принципе, на сегодняшний день продолжает нести эту ношу. Ноша очень непростая для России. Почему? Потому что почти 2 тысячи военнослужащих. Содержание этих военнослужащих требует колоссальных денег. Это очень непопулярно для России, потому что любые диверсии в этом регионе, естественно, не только Азербайджан, но и в Армении такие силы, которые принят во всем Российскую Федерацию. Но что я хочу сказать? Хочу сказать, что ошибка Российской Федерации в оценке, значимости этого конфликта, в действиях российской страны, привела в итоге к тому, что мы сегодня имеем на Украине. То есть очередные и во многом аналогичные ошибки в проведении специальной военной операции мы видим, с какой сложностью Российская Федерация ведет свою военную кампанию на Украине. Плюс, естественно, в связи с этим развязать себе руки на Южном Кавказе, да и очень осторожно себя там видеть. Этим пользуются некоторые, как бы, стороны, и прежде всего, я считаю, Турция и Азербайджан в том плане, что используют эту ситуацию в своих интересах. То есть продолжают экспансию, мягкую направление Азербайджана, Армении, которая периодически переходит в жесткую экспансию. Вот я недавно давал интервью одному из армянских телеканалов, где говорил о том, что Азербайджан очень вовремя, вовремя в кавычках, инициировал снова конфликт на горном Карабахе, который повлек за собой жертву. В тот самый момент, когда Россия испытывала трудности союзные войска России и Донбасса, испытывали сложности на Харьковском направлении, на Украине. И, конечно, можно предположить, что это Алиев ведет такую игру, но я не уверен, что Алиев настолько самостоятельен, что может сам такие игры вести. Я думаю, что объединенная западная коалиция, которая добивается параметра Российской Федерации на Украине, она использует другие точки, где нажимают разные кнопки, с тем, чтобы осложнить ситуацию в Российской Федерации, дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве и так далее. Я думаю, что пару недель назад, когда опять были жертвы в районе Карабаха, я думаю, что это западные спецслужбы, прежде всего британские спецслужбы через Турцию каким-то образом осуществили вот эту провокацию. Ну и одновременно, насколько я понимаю, эти же силы, они активно раскачивают эти российские и русофорские силы и в самой Армении. И, мне кажется, не очень-то адекватная позиция и Пашиняна. Поэтому получается такой затык, когда в силу того, что Путин и Пашинян не выработали единственной стратегической позиции два года назад и не смогли дать азербайджанскими и турецким войскам. И фактически и Армения, и Россия стали странами, которые потерпели поражение. И не сделали вывод. Через полгода после подписания соглашения я прожил в Армению и встречался с самыми разными политическими структурами. Вы помните, мы проводили массовые мероприятия, где основной цель этих мероприятий состоялось в том, чтобы побудить армянское право каким-то образом договориться с Российской Федерацией о том, чтобы заключить новый Украины договора. Понятно, что либо внести дополнение договора о стратегическом взаимодействии Армении и России, либо специальный военный договор, где вполне возможно учить интересы и третьей стороны, а именно Арцаха. И моя компания в Армении по этому поводу, где меня многие поддерживали, но это был предвыборный период, после выборов все затихло. Ну и мои активности в России, в этом направлении, они вот как бы пока никакого результата не дали. И этот негативный тренд, не понимание армянского руководства, российского руководства друг друга, он в итоге приводит к тому, что уже сейчас стал вопрос о союзных отношениях, есть ли они на сегодняшний день. Понятно, что армянское руководство не может прямую России это сказать, и оперирует по ДКБ, и критикует в большей степени ОДКБ. Ну, я говорил, кратко, что ОДКБ обращаться бессмысленно в Армении сегодня. Почему? Потому что в ОДКБ есть другие страны, и этот концепт, принцип концепт. Поэтому те страны, которые не поддерживают в конфликте и не поддерживают Армения, естественно, пролетуют деятельность ОДКБ. Ну, и тем более, это не военный блок, а блок геополитический, такой согласовательный. Вот, поэтому в любом случае судьба Армении и ситуация на Южном Кавказе зависит от взаимоотношений Армении и России. Но в данном случае обе страны находятся в сложной ситуации. То есть Армения находится в ситуации постоянной угрозы со стороны Азербайджана и Турции и всевозможные демагогии со стороны западных стран, которые обещают Армении что-то, но на самом деле ничего делать не будут. Вот, Россия тоже находится в сложной ситуации. Она отступила в специальную военную операцию, максимально заинтересована в том, чтобы не отвлекаться на какие-то другие участки внешнеполитические. Вот, и специальная военная операция происходит с этими сложностями, с колоссальными жертвами. Вот, и поэтому вот последняя встреча и претензии Пашиняна к ОДКБ молчание российской стороны, оно как раз объясняется тем, что руководство Российской Федерации сегодня находится в тупике. То есть поддержать открыто отмене оно не может, и выступить против Азербайджана не может, потому что боится сначала, ну, боится на самом деле осложнить отношения с Турцией, как единственной страной НАТО, которая, по крайней мере, не то, чтобы поддерживать Россия, но сохранять нейтралитет продолжается Россия экономическая прямодетика. Вот, поэтому очень непростая ситуация, которую надо пережить. И в рамках, как бы, нынешнего времени не нужно делать ошибок, не нужно делать резких шагов, покажется. С одной стороны, не только Армения, но и другие страны СНГ и постсоветского пространства, все тут окончание операции России на Украине. Да? В зависимости от этого изменится политика или, так сказать, более определенная политика Казахстана, Грузии, да, которая пытается как бы нейтралитет сохранять, но там очень много антироссийских сил. Трансцентральной Азии. Вот. Ну, я думаю, что для Армении тоже очень важно, то есть мы должны дождаться окончания специальной военной операции. Естественно, кажется, было бы правильно, чтобы армянская сторона поддерживала кондицию России в этом плане, пусть негласно, да, молча, но, тем не менее, победа России на Украине, это будет в пользу Армении, в том числе, потому что у России, ну, появится, крайней мере, возможность более адекватно, ну, во-первых, развернуться к Кавказу снова, ну, и более адекватно ситуацию, и все-таки принять более правильную позицию в отношении Азербайджанно-армянского конфликта и судьбы Нагорного Крабаха. Ну, вот, получается, по поводу ОДКБ, то есть, данная ситуация выявила какой-то кризис, да, в этой организации, то есть, насколько вообще существование ее, и на практике мы видим какие-то непонятные действия, насколько это обоснованно вообще, чтобы Армения оставалась, имеет смысл или чтобы Армения оставалась членом ОДКБ, потому что, как вы знаете, после того, как не были введены объединенные войска, тут в Армении стали распространяться такие призывы о выходе Армении из этой организации. Что будет, если Армения выйдет, и есть ли реальная такая угроза, что Армения выйдет, и что будет после этого вообще, с организацией, с Арменией и со всем регионом? Ну, начнем с того, что год назад, да, я вот давал вам два экзавеют больших, когда тоже вот была некоторая провокация Азербайджана, и были попытки продвинуться, в направлении как раз Лангизура, вот, и я тоже такие же призывы начали создавать, выйти только в ДКБ, почему ОДКБ не защищает и так далее. Я же тогда объяснял, что, еще раз повторю, что не надо вообще апеллировать в ОДКБ. Ну, понятно, что Армения в ОДКБ, но нужно понять, для чего Армения в ОДКБ? Она же не для того, там, чтобы каким-то образом этот военный блок защищал интересы Армении. Там, принцип консенсуса, еще раз говорю, Армения за Россию, допустим, за Казахстан, Кыргызстан против, мер, и что тогда? Значит, забудьте о ДКБ, в том смысле, что эта организация имеет какое-то военное значение для Южного Кавканка. Значит, Армения находится там, потому что это геополитический блок согласовательный, для согласования интересов. Если Армения оттуда выйдет, то значит, что туда через какое-то время может войти в Азербайджан. И он получит больше возможностей для согласования своих интересов со странами по ДКБ, чем Армения. Поэтому даже чисто формально Армении есть смысл там оставаться по ДКБ. Сегодня это геополитическая организация, завтра может быть в изготовлении новых геополитических угроз внешних, возможно, это ДКБ как-то себя потерявит. Оно уже существует довольно много лет и ни разу не участвует в каких-то военных кампаниях, но в январе этого года, мы знаем, тем не менее, ситуация сложилась так, где ДКБ себя проявило. Да, мы увидели на практике действия. Да, и в этом тоже участвовали. Поэтому нужно оставаться с ДКБ и спокойно к этому относиться. Значит, а проблемы решать, да, и видеть выход из сложившейся ситуации в Союзе, Армении, с Россией в первую очередь, ну и отчасти с Ираном. Поскольку те события, которые происходят в Тайжном Кабхазе, относят, еще раз повторюсь, трансрегиональный характер. Да, потому что заправляют этими процессами, главными инициаторами напряженности являют вовсе не страны, то есть не Армения, не Азербайджан, который находится в этом регионе, который находится по соседству. Вот. Значит, то, что отдельные националистические группировки в Армении поднимают этот вопрос, и опять на Россию все валят, ну мы же знаем, что, ну да, я сам критикую российское руководство, и очень много пасеков у него, есть проблемы в отношениях Армении и России, но это не значит, что нужно занимать, что не выгодно занять антироссийскую позицию. То есть, что это иллюзия, что Армению поддерживает какая-то диаспора по Франции или в Европу, какая-то диаспора в Штаты, и приезжает в Телоси, и у кого-то возникают какие-то иллюзии. Мы же с вами прекрасно понимаем, что в Армении есть гаспировки, которые получают гранты западные, которые отрабатывают эти деньги, которые несут вот все это пургу, все это пургу по поводу того, что, значит, там и ДКП виноват, и Россия виновата в чем-то и прочее. И, между прочим, в унисон эту линию ведут с азербайджанскими националистами. Вот когда началось, ну вот, две недели назад провокация на горном Карабахе, я послушал украинское телевидение, которое пригласили армянских, точнее, азербайджанских экспертов, так называемых, которые в эфире говорили о том, понятно, ни слова не говоря о том, что они там как бы начали опять вступление, вот эту экспансию, провокации и так далее, опять все валили на Россию. Россия во всем виновата. То есть Россия стоит на горном Карабахе, она виновата за эскалацию, но полный бред и абсурд. То есть он при том абсолютно недоказуемая точка зрения. Вот получается, что националистические силы, которые получают финансирование от Запада и от Турции и в Азербайджане, и в Армении, гонят эту волну антироссийскую. Ну, как бы, подлинным патриотам Армении зачем это? Задача для подлинных патриотов в Армении сегодня состоит в том, чтобы поменять руководство страны. Это очень сложно, понятно, что полосадные деньги приходят в страну и поддерживают разные, разные, такие прозападные антироссийские силы и так далее, сторонников Сороса и его последователей. Но в любом случае другого выхода нет, пока не произойдет некоторая стилизация политического руководства в Армении вокруг собственных интересов, а эти собственные интересы армянские, они связаны статистически, конечно, с очень строгими такими отношениями, основанными на взаимных обязательствах Российской Федерации. Ну, другого пока я не вижу варианта. Ну, понятно, что в России тоже может власть измениться и придут какие-нибудь либералы снова такие отъявленные, которые каким-то образом пойдут вступки Западу, попишут капитуляцию на Украине, еще какие-то что они сделают, конечно, они скажут, ну, что давайте, ладно, будем дружить с Азербайджаном в таком случае. Сейчас НАТО за Азербайджан, условно, на деле они устал. Вот, но пока ситуация такая, что Россия, пусть с большими ошибками, но тем не менее на обеспечение собственной суверенности, да, и как-то отстраивание своих отношений от Запада, вот в этом плане она, конечно, заинтересована в том, чтобы развивать соединительные отношения с странами, соседями, те, которые революционно близки. имеется в виду в первую очередь Телоруссия, Армения, конечно же, как две самые префективные страны. Вот, и это нужно использовать в полной деле армянской стороной. Вот, вы упомянули уже визит в Пелоси, который пришелся как раз вот на дни, когда была эскалация на армяно-азербайджанской границе. Какие реальные цели были у этого визита? Ну, вот, я думаю, что это взаимосвязные вещи. То есть, поскольку в графике госдепа было известно, что Пелоси туда едет, и, в принципе, была подготовка такая, чтобы послать какого-то высокопоставленного сенатора, чтобы обозначить армянской стороне, что будут госдеп Армению поддерживать. Одновременно был дан сигнал через те же самые спецслужбы западные, чтобы на границе с Нагорным Карабахом, с Ацахом, Азербайджану строил провокацию. То есть, мне кажется, что это абсолютно взаимосвязные вещи. Кто в этом больше всего заинтересован? Ну, даже не госдеп, госдеп, понятно, он ведет эту линию везде, а в большей степени в этом заинтересованы британские спецслужбы, вот, которые как раз имели информацию о представящем визите Пелосе, и дали импульс турецким спецслужбам, а от них, а азербайджанским, чтобы они устроили эту провокацию в преддверии визита американского сенатора, да, почему это нужно? Ну, для того, чтобы создать сложности для Российской Федерации, как раз тот самый момент, когда пошло контрнаступление ВСУ, Каркивский область. Вот, абсолютно взаимосвязные вещи, все это понятно. Вот сейчас, например, вчера, там, по-моему, да, если не... вчера, наверное, сегодня, просто я читаю эти новости, совершены диверсии на Северном потоке-1, Северном потоке-2. Это было взрывы. То есть, я, например, не сомневаюсь, что это сделали британские спецслужбы, организовали. Вот, не буду пояснять, почему, у меня пост в Телеграме, я по этому поводу пишу. Вот, поэтому активно работают люди, да, по всему фронту антироссийских, как бы, действий и на Украине, и на Южном Кавказе, и мы помним, что была попытка и как-то повлиять на Кыргызстан, вот, и там тоже спецслужбы работают, и на Казахстан. Вот, так что, вот, визит Пелоси, он был формальным, вроде бы, в тот момент, когда он был задуман, да, чтобы показать армянской стороне, что, ну, возможно, диаспора армянская в Соединенных Штатах Америки, как-то на это повлияло. Ну, в любом случае, мы знаем, что у нас Пелоси, это как бы тот сенатор, который, за которым стоит определенная символика, да, внешней политики Соединенных Штатов Америки. Пелоси, который ездил на Тайвань, потом поехал на Южный Кавказ. Вот, то есть, обозначает, как бы, приоритеты армянской политики, да, интересов армянского, американского руководства. Вот, ну, определенные спецслужбы, понятно, что этим манипулируют. А как вы оцениваете высказывания армянских должностных лиц с претензиями к России и отказ Пашиняна участвовать в саммите ШОС? Ну, что касается Пашиняна, он должен что-то делать, чтобы как-то привлечь к себе внимание. Вот, но я думаю, что он избрал неверную тактику. Эта тактика, как бы, с самого начала им проводилась неправильно, потому что он метался по всему полю возможных союзников и стало очевидно, что его тактика ошибочна именно как раз во время Азербайджана-Армянской войны, 44-дневной. Потому что, как только начались эти войны и действия с Азербайджанской стороны, он вместо того, чтобы мобилизовать армянскую армию и тут же обратиться за помощью к России, не к ДКБ, а именно к России, да, и выработать совместные действия и организовать отпор на Азербайджанской стороне, он начал ездить по Европам. В надежде, что, возможно, НАТО включится, что НАТО поможет каким-то образом. Ну, как НАТО будет помогать Армении в ситуации, когда, значит, Турция, член НАТО и, в принципе, понятно, та самая влиятельная субъектность, которая определяет позицию НАТО в отношении Южного Кавказа. Да, во многом, по крайней мере. Вот. Естественно, было утеряно время, пока Пашинян ездил там по Европам. И он продолжал ездить уже и после войны. Вот 5 сентября, когда, значит, неудачная для него была поездка в Минскую группу ОБСЕ в Брюсселе, да, где он встречался с Алиевым, я давал интервью одному из армянских каналов, где говорил о том, что Алиев, я знаю, почему он едет в Брюссель, для того, чтобы легитимировать, закрепить свою победу, успехи, успехи, да, военной кампании. И, соответственно, свои претензии на Нагорный Карабах и так далее. Зачем туда поехал опять, значит, на что-то надеется Пашинян? Ничего он от Минской группы ОБСЕ не получит. Его вводят за нас. Но поскольку деньги идут через западные фонды, вот он, наверное, такую работу делает, я не знаю, или надеется на приток каких-то денег дополнительных за счет того, что он апеллирует к западной стороне. Вот. От российской стороны шарахается. То есть очень такие непонятные, как бы, посылы. С одной стороны, вот пытаются привлечь внимание России такими ходами, что мы выйдем из АДКБ, мы вот не участвуем в ШОС. А с другой стороны, нет какой-то искренней позиции. Да, в том плане, что, ну, давайте договоримся, мы готовы там делать то-то, а вы должны сделать это и так далее. Вот. То есть дистанцию держит с Путиным, да? Вот. И поэтому не участие в ШОС, это тоже привлечь внимание к себе, мне кажется. Вот. И, конечно, я сожалею, что вот так вот складывается отношение с нашим руководством и армянским руководством. И я не идеализирую российских руководителей, которые на самом деле могли бы, если бы захотели, да, серьезно, все-таки как-то с Пашиняном найти общий язык. Вот. А получается, что наши тоже смотрят сквозь пальцы на его деятельность. Пашинян едет в Брюсселе, наши ничего не говорят. Пашинян спрашивает у нас в России, а вот я сейчас собираюсь переговорить с Турцией, вы не против? А у нашей российской стороны никакой позиции нет, мы говорим, мы не против. То есть, сами подталкиваем Пашиняна каким-то ошибкам стратегическим. Вот. Поэтому очень запутанная ситуация. Я вот как раз Россию не выгораживаю нисколько от этого, то есть я говорю, что позитив здесь в том, что наши миротворцы стоят в Карабахе, но пока продвижения нет, в общем, для нас, для России это только пока не предвидится, когда они оттуда могут уйти. Вот. Идеи должны стоять вечно в нынешней ситуации, потому что нет решения от так, судьбы отца. Вот. А у нас вся надежда на то, что может быть в армии как раз видит политическую ситуацию и власти люди более здравые. Вот. Как вы считаете, насколько мы близки от подписания какого-то мирного соглашения, договора с Азербайджаном? Ведь один раз уже Фашинян проговорился, потом опроверг, что он готов подписать там все, что от него потребуется, лишь бы был мир, так сказать. Ну, это тоже, мне кажется, глупость. Вот есть соглашение трехстороннее? И он, на сегодняшний день, достаточно. То есть, должна, чтобы Армения получила какой-то новый договор с более выгодной для себя, для этого должна измениться внутриполитическая ситуация. Армения, как проигравшая сторона, должна, мне кажется, удовлетвориться тем, что есть вот это беспрецедентное трехстороннее соглашение, где Россия является гарантом. Гарантом хоть какого-то мира и, соответственно, влияние России на Азербайджан, в случае, если тот положит экспансию. Если будет какой-то двухсторонний договор между Азербайджаном и Арменией, это будет Филькина грамот. Понимаете, да, это русское выражение? Филькин он там и кто архейки не азербайджан, не русское из Соединенных Штатов Америки не гарантирует никакого мира, да, при подписании любого соглашения. Потому что всегда найдется тысячу поводов для того, чтобы сказать, ну вот армяне, вы там спровоцируете что-то, мы вам отвечаем. Поэтому это глупо вообще надеяться и бегать с этим мирным договором с Азербайджаном, потому что он якобы что-то Армении даст. Еще раз говорю, есть трехстороннее соглашение. Все, точку поставили. Дальше что делать? Дальше менять ситуацию в Армении самой. Чтобы консолидирование правительство появилось, чтобы большинство населения поддерживало позицию Армении. Эта позиция должна касаться в том числе судьбы Арцаха и, соответственно, взаимодействия с основным союзником, который, по крайней мере, пока реально поддерживает безопасность Республики Армения. Российская Федерация. А так получается сплошной обман, сплошная демагогия, метание из стороны в сторону, придумывание каких-то непонятных вещей, которые ничего Армении не дают. Пока так я вижу. Наступившую стабилизацию эксперты называют лишь временной и ожидают новую эскалацию вплоть до полномасштабной войны. Как вы считаете, насколько вероятно такое развитие событий? Абсолютно вероятно. Я же сказал, что сейчас все зависит на Южном Каппазе от того, что делается на Украине. Представим себе, что Россия не достигает цели поставок, проигрывает. НАТО каким-то образом заставляет Россию писать невыгодный для Российской Федерации договор. Это что означает? Сознащает сразу сигнал к Турции и Армении додавить армянскую пулу к Армению. Потому что Россия не сможет выступить мировоззроческой силой в регионе. Очевидно же, все смотрят на то, чем закончится официальная военная операция. И окончание этой операции станет сигналом к тому, что либо сворачивают свои пути, либо наоборот активизируют. А если Россия дотится своих целей к РФ, и специальная военная операция будет рассматриваться как победа Российской Федерации, что НАТО не смогло там, допустим, достичь этой цели, это означает, что появляется возможность стабилизировать ситуацию на всем посоветском пространстве. Россия будет занимать более активную позицию в отношении своих окраин. И, естественно, это коснется в первую очередь Южного Кавказа. Когда Россия более громко может сказать, сейчас не может. Но после специальной более громко может сказать Азербайджану Астанатию. Да, и, соответственно, может быть, более активно включиться в процесс какого-то диалога с аргентской стороной. Вот. Поэтому возможен и тот вариант, то есть вариант позитива и вариант улучшения. Но он вот сегодня ключ к этому, к решению проблемы Карабаха и вообще ситуации в Армении. Он во многом на Украине. А вот какая перспектива развития событий на Украине? Здесь сложно говорить. Я считаю, что было очень много совершенных ошибок в последние полгода. То есть начиная сначала с специальной военной операции до недавнего времени. Ну вот сейчас было принято пару решений, одно из которых, мне кажется, оно вполне верное. И в общем-то, в таком смысле нужно дать основы для того, чтобы Россия, по крайней мере, как-то через какое-то время все-таки выклубы из специальной военной операции какими-то приобретениями. Я имею в виду проведения референдов, которые в целом прошли и нормальной ясной и хорошей операцией. Это означает референдов, что очень в составе России, но это порой рекордсон, а это некоторая более такая позитивная для нас ситуация, чем до начала военной операции, где Россия как бы не находилась на территории Украины, поддерживала все а сейчас это похоро нахождение территории Украины, ну и влияние по меньшей мере на четырех в четырех восточных областях этой самой Украины. Получается так, что Россия показала, что она готова к переходу к обороне, но в ситуации, когда завершит освобождение пол этих республик, да, и тогда, по всей веримости, будет готова стабилизировать ситуацию, будет укреплять оборону, может быть, даже прекратить наступление, предложит в Украине какое-то соглашение заключить. ну, по крайней мере, такие надежды, я так вижу, да, у российского руководства. Вот, что думает украинская сторона? Ну, она ничего не думает, мне кажется. Почему? Потому что она выполняет тот план и зависит точно сильно от позиции НАТО, американцев, кританцев, которые, в общем-то, хотят продолжать воевать с Россией до последнего Украины. Вот, поэтому посмотрим, то есть, как сейчас Россия перестроит свою тактику и насколько активным наступление российских войск в плане освобождения как бы по имеющимся границам, по формальным границам вот этих самых четырех областей. Владимир Анатольевич, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо вам. Спасибо вам. Всех успехов вам. Субтитры подогнал «Симон»